Традиционно конкурс «Я самый реабилитированный» проводится по четырем номинациям. Участники демонстрируют навыки в пространственной и социально-бытовой ориентировке, работе на компьютере, а также письме и чтении по системе Брайля. Одной из новшеств 2015 года – дорога к месту проведения мероприятия областной научно-технической библиотеки стала частью соревновательной программы. Те направления, которые мы выбрали на конкурсе, они считаются самыми основными в жизни незрячего, чтобы человек умел в первую очередь самостоятельно передвигаться, самостоятельно обходиться в быту, владеть современными технологиями компьютера, ну и, конечно же, Брайля, потому что без Брайля, несмотря на технологии развития, он остается единственным универсальным средством, которое есть сейчас для инвалида по зрению, наравне с белой тростикой. Николай Апанович в конкурсе «Я самый реабилитированный» принимает участие впервые, хотя его знакомые уверены – зря раньше не пробовал свои силы. Несмотря на инвалидность по зрению, мужчина ведет активную жизнь. Работает учителем в обычной сельской школе, увлекается техникой и с удовольствием осваивает новинки, которые помогают ему в работе и быту. На конкурс приехал не ради победы. Участие в подобного рода состязаниях дарит немало позитивных эмоций и впечатлений. Это, во-первых, общение с людьми. Во-вторых, 10 лет назад на одном из таких конкурсов я познакомился с девушкой, которая впоследствии стала моей женой. Так что для меня такие конкурсы еще такое приятное воспоминание, наверное. А насчет победы – да нет, наверное. Мне самому просто интересно, как это, что происходит, что нового, какие новые приемы используют. Пенчанка Наталья Абибак, напротив, уже не первый год сражается в конкурсе за звание самого реабилитированного. Были за это время призовые места в общем зачете и победы в отдельных номинациях. Однако о своем медальном прошлом девушка говорит неохотно, стесняясь повышенного внимания. Уверена, что только постоянный труд и усидчивость, а не воспоминания о былых достижениях, помогут покорить новые вершины. Может быть, где-то и сложно, и не сложно. Ведь условия меняются немного постоянно. И надо постоянно готовиться, стараться, усидчивость и усилия. Ну, переживаешь, где-то может и не получится. Тут надо постоянно готовить. Испытания, которые преодолели участники сегодня, только одна из ступеней на пути к большому успеху. Три победителя областного конкурса будут отстаивать честь области на республиканских соревнованиях уже в декабре 2015-го.